Коллеги, всем доброго дня. 11.00 в Москве, 18.00 в Владивостоке. Сколько-то еще во всех других городах. Рад всех видеть на вебинаре. Отдельный привет тем, кто смотрит нас в записи на YouTube и на других платформах. Не забудьте поставить лайки вот тут вот, подписаться, оставить комментарии. Мы их читаем, обязательно ответим. На нашем канале на YouTube, на котором уже больше тысячи подписчиков, в ВК-видео, в Телеграме. Вы всегда можете посмотреть актуальную презентацию по 3CX. Надеюсь, меня хорошо видно и слышно. Прекрасная гарнитура E-Link UH38 на моей голове с шумоподавлением. И верю, что ничто не помешает провести нам вебинар максимально эффективно. Ну что, UCNC-платформа 3CX, партнерская программа, новости особой возможности. Давайте начнем, не откладывая. Не могу не повторить, так сказать, сазов, даже если вы уже видели, слышали, знаете в целом, что такое 3CX, но наверняка кто-то не знает. Поэтому расскажу, начиная с базовых вещей. 3CX – это программная коммуникационная платформа. В первую очередь, она программная. То есть поставляется только как софт. Это не аппаратное решение, только лицензионный ключ на доступ к программному обеспечению компании 3CX. То есть вы скачиваете дистрибутив, ну и ваши заказчики скачивают дистрибутив, покупают лицензионный ключ и пользуются. В этом есть огромное количество плюсов. Удобство развертывания. Нет никакого ограничения в том, какими серверами пользоваться. Под Windows, под Linux, облачными и так далее. Партнерам вместе с заказчиком также удобно и просто найти лучшее решение, которое позволит максимально эффективно пользоваться системой. Софтовые решения, в принципе, имеют преимущество над аппаратными. Нет морального физического устаревания. Нет никакой дополнительной логистики. Нет затрат на транспортировку, на установку. Не существует вероятности какой-то внезапной поломки софта, что оно перестанет работать и так далее. Конечно, многие заказчики в России и в других странах традиционно хотят получить некое железное аппаратное решение, чтобы оно у них физически стояло, чтобы можно было потрогать то, что они купили. Да, но клиенты разные. Соответственно, мы предлагаем решения для разного типа пользователей, кто понимает одни плюсы или другие. Поэтому такое решение 3CX тоже имеет место быть на рынке и становится более и более популярным каждый год. Но если у вас есть принципиальный заказчик, который хочет 3CX как коробочное решение, ну, естественно, вы тоже можете купить сервер и дать доступ к дистрибутиву 3CX вместе с железным сервером. Ну, почему бы и нет. Следующие слова в заголовке говорят нам про то, что 3CX – это коммуникационная платформа. И да, это тоже важно с точки зрения брендинга самого вендора, с позиционирования, которое сам производитель привносит к своему продукту. 3CX – это не просто ATS, и не только ATS, а полноценная UC, ну, или даже UCNC – коммуникационная платформа, то есть Unify Communication and Collaboration. То есть вот принцип омниканальности передачи клиентам всех возможных вариантов связи, обмена сообщениями, коммуникаций путем всех возможных каналов в этом смысле в 3CX объединяется и максимально развивается, чтобы дать заказчикам самые разные возможности. Ну, конечно, в первую очередь в базе своей модули IP-телефонии, то есть классическая IP-ATS. Я, конечно, сейчас не буду приводить огромный слайд с 84 пунктами возможности IP-ATS, но вы, наверное, тоже понимаете, что практически все АТСки на рынке сейчас современные, так или иначе, ну, схожи по функционалу, качественные, прекрасно работают. То есть здесь сложно рассказывать про то, что вот у нас есть запись разговора или IVR, или возможность переадресации вызовов или что-то в этом роде. Ну, базовый функционал, конечно, реализован, и в 3CX он точно не меньше и не хуже, чем у любого другого поставщика на рынке IP-ATS. Ну, а также в 3CX есть чат, возможность обмена файлами, сообщениями и статусами пользователей. И, кстати, это очень удобно и классно реализовано в 3CX. Маршрутизация звонков также меняется в зависимости от установки статуса. Буквально в один клик можно поставить статус «Я на работе» или «Я закончил работать», «Я на обеде» и так далее. То есть, например, если вы в отпуске, то эти две недели звонки могут переадресовываться, в принципе, по умолчанию, например, на секретаря. Во время обеда, может быть, вас подменяет какой-то коллега постоянно, и в этом случае нужен другой сценарий маршрутизации. Так что варианты разные, и установка статусов в этом плане тоже простая. Ну, и, кстати, интересно, что 3CX Bridge прекрасно тоже отрабатывает эту функцию в плане связки АТС, установленных в разных офисах или в разных городах. У многих других производителей, например, если в одном офисе АТС стоит в Москве, а в другом, например, в Екатеринбурге, мы не можем видеть статусы пользователей из другого офиса. 3CX этой проблемы нет. В случае распределенных офисов и большого количества филиалов это все тоже удобно, прекрасно отрабатывает. Интеграция с мобильными устройствами, конечно же, реализована. Собственное приложение от 3CX, доступное и под iOS, и под Android, прекрасно работает. Ну, и я, конечно, заинтересован продажей 3CX, как вы понимаете. Но объективно могу сказать, что моему личному опыту из софтфонов, из различных мобильных приложений, различных платформ, которыми я пользовался, мне, правда, больше нравится именно 3CX. Корректно отрабатывают пуши, приложения не перебивая в другие приложения, не мешают, например, воспроизведению музыки в спящем режиме, не высаживают батарейку и так далее, и так далее. Много всяких «не», которых в 3CX нет, и они работают хорошо и качественно. Модуль аудио-видеоконференции в 3CX, конечно, есть, но аудиоконференциями по СИПУ, в принципе, никого не удивишь. Понятно, что в любой АТС-ке так или иначе можно собрать аудиоконференцию в рамках емкости АТС. В 3CX, конечно, с этим тоже проблем нет. В рамках имеющегося количества лицензия, купленных одновременных вызовов, можно по СИПУ собрать стандартную аудиоконференцию на вот это количество участников. Но в любой АТС-3CX есть встроенный бесплатный дополнительный модуль видеоконференций. Видеоконференции, конечно, работают не по СИПУ, а по WebRTC гугловскому. И, соответственно, видеоконференции, вебинары можно проводить отдельно от основного функционала АТС, также через десктоп, через браузер или через мобильное приложение, до 100 участников в любой АТС-ке редакции Professional и до 250 в любой АТС-ке редакции Enterprise. То есть даже если самая маленькая АТС установлена по количеству одновременных вызовов, самая дешевая, ограничений по видеоконференциям в этом плане нет. И в этом плане 3CX классно и удобно можно использовать как резервное решение ВКС или вебинаров, или какой-то дополнительный сервис. И у нас есть отдельный пласт заказчиков, которые специально покупают 3CX только для того, чтобы проводить на этой платформе вебинары и видеоконференции. Получается в целом даже бюджетнее, чем условный Zoom или другие поставщики ВКС-решений. Ну, а при этом еще они получают для себя в компании резервную АТС-ку, как основной функционал купленной лицензии, что тоже клево. То есть с этой стороны такая обратная продажа этого софта тоже может быть. Интеграция с бизнес-приложениями как отдельный пункт вынесена, потому что действительно важно, и, наверное, практически каждый заказчик об этом думает в работе в 2024 году, что нужно проинтегрироваться и с Bittrex, и с 1С, и с кучей других CRM, и с отельными PMS-системами и так далее, и так далее. В 3CX около 100 интеграций, доступные из коробки в базе, с базовым функционалом, но с помощью инструмента 3CX Call Flow Designer, в принципе, можно прописать все, что угодно, любые маршруты, любые интеграции, любые дополнительные модули обработки вызовов, но в первую очередь интеграции. То есть наши партнеры легко и просто делают интеграции с любыми бизнес-приложениями по требованиям заказчика, системой управления таксопарков, с какими-то сугубо российскими CRM-системами или PMS, которые неизвестны на международном рынке, поэтому глобально 3CX эти интеграции не сделал. В принципе, это обычно, это один рабочий день, может быть, программиста, понимающего все шарпи. То есть, в принципе, затраты невелики, но и, соответственно, наши партнеры предлагают это своим заказчикам как дополнительный бонус при покупке большой АТС, или наоборот, как сервис, или как услугу, или готовый модуль интеграции, который тоже можно продавать и тиражировать за какие-то, там, условно, небольшие деньги, делать довольными и ваших клиентов, но и самим тоже регулярно зарабатывать дополнительные бонусы для себя, почему бы и не. Модуль контакт-центров 3CX тоже есть, куда же без него. Понятно, что большинство клиентов по всему миру по-разному воспринимают, что такой контакт-центр. То есть, мы в практике встречали заказчиков, у которых есть менеджеры, у которых перед ними лежит 20 мобильных телефонов, и они считают, что это колл-центр. Есть другие понимания крупных аутсорсинговых контакт-центров на тысячи операторов, которые беспрерывно работают, несколько смен, каждая минута простое, может влечь за собой потери денег и так далее, и репутации. 3CX есть возможность для того, чтобы удовлетворить потребности и тех, и других. Так что здесь все предусмотрено, весь необходимый функционал. Интеграция с чатами, с чатами на сайте, предиктивные, прогрессивные обзвоны, маршрутизация по квалификации операторов, другим принципам и так далее. Так что, если у вас есть клиенты, которые строят большие, крутые колл-центры, то обращайтесь, 3CX тоже для них подходит. Ну и важное замечание внизу слайда. Это, как сказать, не функция АТС, но крайне важное дополнение. Профессиональная локализация на русский язык. 3CX – исторические компании, расположенные на Кипре. И штаб-квартира расположена также на Кипре, ну или в Кипре, кому-то очень нравится. Но в ней уже десятилетия работает много выходцев из стран бывшего Советского Союза. Многие из них владеют русским языком как родным. И все переводы материалов, маркетинговых материалов, веб-интерфейса, админской панели, партнерского портала, сайта, наконец, 3CX.ru делаются профессионально живыми людьми, крайне грамотными. То есть это не какой-то автоматический перевод, как часто мы можем встретить на сайтах, например, азиатских вендоров. В этом плане тут проблем вопросов не возникает. Слайд про деньги. Немножко пообщаемся. Я уже упомянул, что есть две редакции по функционалу. Профессионал интерпрайз – это так. Как вы видите, разница в стоимости между про и интерпрайзем не такая большая. Но и, в принципе, по функционалу разница тоже не критичная. Есть небольшие отличия, но основное, что есть в интерпрайзе – это горячее резервирование. И, в принципе, заказчики в первую очередь берут интерпрайз, чтобы иметь, по сути, дублирующую АТС в спящем режиме на втором сервере, которая в случае чего просыпается, если, например, пропала связь по интернету с облачным сервером или основной сервер, не знаю, сгорел или что-то еще произошло. Это основное, что отличает про интерпрайз. Зачем нужно переплачивать вот эти 17-20% разницы между прошкой и интерпрайзем? Есть, конечно, дополнительные различия. Я уже говорил про разницу в количестве участников вебинаров в интерпрайз и про расширенные возможности кастомизации есть в интерпрайз. Но и с недавних пор на сервере под Windows работают только лицензии интерпрайз. Вот тоже такое есть небольшое ограничение. В облачных хостингах и под Linux не обязательно. Интерпрайз прекрасно работает и Professional тоже. Бесплатные лицензии от 3CX даются на 60 дней любому заказчику любого размера и любой редакции. То есть даже интерпрайз на 1024 одновременных вызовов можно взять на 60 дней, протестировать и потом принять решение о закупке. Ну а для вас, как для партнеров, соответственно, это прекрасный инструмент для продажи и для представления продукта заказчикам. Вы можете давать любому своему клиенту на 2 месяца лицензию, которая ему нужна, чтобы все протестировать, понять, сделать какие-то базовые интеграции и так далее. Вопрос в чате. Нужна ли дополнительная лицензия при резервировании в рамках лицензии интерпрайз? Нет. Как раз в том-то и дело, что да, что вот эта дополнительная стоимость лицензии интерпрайз, она как раз подразумевает, что у вас в рамках одного ключа, одной лицензии есть возможность работы двух независимых серверов. Но дублирующий не будет работать, пока работает основной. Соответственно, раз в установленный период, нужный тайминг, пингует работу основного сервера. Это админами настраивается и в случае чего автоматически включается, если пропала связь с основным сервером. Основное отличие 3CX от, пожалуй, любого другого решения на рынке в плане лицензирования, это лицензирование по одновременным вызовам, а не по абонентам. То есть то, что вы видите в таблице 4OV, 8OV и так далее, это одновременные вызовы, или SC, Simultaneous Calls, как принято у вендора на английском языке. И в любой из этих лицензий можно прописать до 10 тысяч абонентов, даже на 4 одновременных вызова, но оплачиваются только одновременные вызовы. Это крайне удобно и бюджетно для заказчиков, у которых очень много абонентских устройств, но люди мало звонят. Например, гостиницы, где в каждом номере один, а то и два телефона и куча номеров. Заводы, какие-то производственные площадки, где много устройств экстренной связи распределено по всей территории, но обычно по ним вообще не звонят, если все хорошо, как бы и хорошо, если не звонят. В этом случае можно прописать до 10 тысяч абонентов в любой АТС, но хватит лицензии на какое-то небольшое количество одновременных вызовов. Есть у нас, к примеру, гостиниц на 500 номеров, которые прекрасно работают и довольны лицензией на 16 одновременных вызовов, и они очень сильно на этом экономят и радуются. И это тоже может быть для вас преимуществом для того, чтобы эффективнее предлагать и продавать 3CX вашим клиентам. Все, что представлено на слайде, все вот эти цены в евро с НДС 20% для России – это годовые лицензии. 3CX лицензируется только годовыми подписками. Вариантов каких-то бессрочных лицензий или, наоборот, месячной оплаты – нет, только годовые лицензии, но, конечно, никто не запрещает купить годовую лицензию сразу на несколько лет. Ну и таким образом получить условно-бессрочную лицензию максимум 49 лет ограничения в 3CX, на сколько можно купить лицензии. То есть это получается просто 49 штук годовых лицензий, которые продлевают срок действия одного и того же ключа, например. От нас дополнительная скидка. Если будут закупки на несколько лет, обращайтесь. Ну, кстати, я сказал про НДС. Для России 20%. В каждой стране свои налоги, royalty, на софт. Везде разные ситуации, поэтому на сайте вендора именно 3CX.com или 3CX.ru приводятся розничные цены голые, без налогов. И там есть переписка, что все местные налоги и royalty добавляются в зависимости от закона в каждого государства. Ну, соответственно, у нас это в России получается 20%, а, например, в Казахстане больше, если не ошибаюсь, 27%. Ну, то есть в каждой стране своя налоговая нагрузка. Здесь мы говорим именно про розничную цену для России. Ну и в отличие от многих других вендоров, особенно американских, в 3CX отсутствуют скрытые дополнительные платежи на что бы то ни было. Часто бывают ситуации, когда после покупки и установки основной платформы нужно доплатить за какую-то функцию или доплатить за лицензию на апгрейд, прежде чем сделать какое-то расширение, или докупить каких-нибудь там еще пользователей, или какую-нибудь функцию докупить. Облачные АТС тоже этим очень часто грешат, что есть там какая-нибудь подписка базового функционала, допустим, 7000 рублей в месяц, но потом оказывается, что тебе нужно дополнительных сиповых абонентов доплатить, а еще 3000 рублей добавить за модуль аудиоконференции, а потом 5000 рублей за модуль, не знаю, вебинаров, запись разговоров еще десятку обойдется. И в итоге, если все это сложить, а еще умножить на 12 месяцев, оказывается, что купить себе, собственно, он премию с лицензией 3CX, это вообще получается даже выгоднее, чем пользоваться месячными подписками виртуальных операторов связи. Такие кейсы тоже могут быть. Партнерских статусов 3CX 5, ну, на самом деле 6. Есть еще учебный. Каждый новый партнер получает учебный статус и первые полгода находится в плане нового начинающего партнера и за полгода может реализовать свои первые проекты. Ну, а дальше от бронзы до титанового с увеличением скидки на каждом из этих статусов, по лесенке можно идти вверх, то есть увеличением партнерского заработка, любой партнер может идти и прекрасно себя чувствовать, получая партнерские баллы за каждую продажу. Ну, 1 балл – это 1 евро в РРЦ без налогов, ну, то есть 1000 баллов примерно соответствует 1000 евро вашей продажи. Для того, чтобы получить бронзовый статус, это примерно соответствует 3 лицензиям на 4 одновременных вызова или, например, 1 заказчику на 16 одновременных вызовов professional лицензии. Ну, и поскольку лицензии годовые, если вы в первый год сделали проект на 16 Pro, вы из года в год можете его также продавать, реализовывать и не только получать кэшфлоу заработок каждый год предсказуемый и понятный, но и также получать баллы в партнерской программе. То есть, например, если у вас есть один заказчик, который каждый год продляет свою лицензию на 16 Pro, вы уже как бы на нем вечно фиксируете свой бронзовый статус. Если у вас 5 таких заказчиков появляется, вы уже всегда будете серебряным. Ну, и так как бы как снежный ком, вот этот ваш заработок и поток в том числе баллов в партнерской программе может накапливаться и должен накапливаться. Многие партнеры радуются и вообще довольны работать с 3CX в том плане, что вопросов у заказчиков практически не возникает. Есть из нескольких тысяч коммерческих заказчиков в России львиная доля, которые, в принципе, общаются со своими интеграторами раз в год, только чтобы попросить счет на продление лицензии. Ну, и кажется, что лицензия вроде недорогая, и партнерская маржа тоже не такая высокая, но на самом деле, когда у вас такие клиенты уже появляются там 10 десятки, и, в принципе, вся работа с ними заключается в том, чтобы выставить счет, то есть 5 минут работы бухгалтера, чтобы получить свою маржу на продление лицензии, это уже классно, круто, и многим партнерам это нравится. Также вы сами определяете модель ведения своего бизнеса в плане предоставления услуг технической поддержки партнерам, то есть ни вендор, ни мы никак не ограничиваем и не советуем даже, как правильно оказывать, например, техподдержку. Кто-то из наших партнеров делает это по тикельной системе, кто-то прилагает годовые подписки за какую-то умеренную плату, кто-то по часовую оплату, кто-то вообще оказывает техническую поддержку бесплатно как бонус в случае покупки у них АТС, но и по факту обращения клиентов обычно крайне мало. Ну и да, в случае получения какого-то статуса он обновляется мгновенно на весь текущий год до конца года и на весь следующий календарный год. Если, например, сегодня вы выбираете 25 тысяч баллов, чтобы стать золотым, вы будете голдом точно до конца 2024 года и весь 2025. И также есть практика предоставления дополнительных скидок заведомо. То есть если вы знаете, что у вас крупный проект, после которого вы станете золотым, с нами можно договориться так, чтобы эту скидку золотого получили заблаговременно до реализации этого проекта. Ну, как бы аванс. На это мы готовы идти, ну и вообще стараемся поддерживать наших партнеров во всем. Мы не злые и не вредные, так что обращайтесь. Поступить в партнерскую программу достаточно просто. Нужно заполнить анкету на сайте вендора по нашей реферальной ссылке, чтобы автоматически привязаться к нам как к дистрибутору и получать дополнительные бонусы от нас. Дождаться телефонного разговора с вендором на русском языке обычно в течение одного-двух рабочих дней происходит созвон, просто познакомиться, понять, что вообще как и найти общий язык. В этом тоже ничего страшного, сложного нет. И есть одно условие, которое появилось примерно год назад, что в течение недели после регистрации нужно получить 500 баллов в партнерской программе. То есть примерно, ну, закупить одну лицензию. То есть регистрироваться есть смысл, либо когда у вас уже есть горячий клиент, который готов оплачивать, чтобы сразу реализовать этот проект, либо если вы готовы проинвестировать 500 евро в работу с платформой. Эти лицензии никуда не пропадут. Вы можете взять себе, например, 3 лицензии, 4 профессионала, самые маленькие, положить на сток, потом в будущем их продать вашим клиентам с вашей маржой и тоже прекрасно себя чувствовать. Но вот эти вот минимальные инвестиции по политике 3CX нужно сделать сразу. После этого статус 3D, или учебный, или академия, его по-разному называют, но суть одна, что этот учебный статус будет за вами закреплен на 6 месяцев. Ну, соответственно, в течение этого полугода нужно еще 500 баллов добрать и уже закрепить бронзовый до конца текущего года и на весь следующий. Как-то так это работает. Ну, то есть, например, если вы в начале июля зарегистрировались в партнерской программе, в течение недели вы какие-то первые лицензии реализуете или просто берете себе на сток, закрепляете статус 3D до, по сути, до января следующего года, там уже вы можете реализовать еще какой-то проект вообще без спешки, изучая параллельно продукт, тестируя его, занимаясь там другими делами, может быть, продавая телефон или какой-то другой оборудователь, к которому вы уже привыкли. Здесь нет необходимости с головой уходить именно в 3CX и срочно что-то там делать, копать, отвлекаясь от других задач вашего бизнеса. Ну, и уже получится, что там, если вы в январе реализуете этот проект, ну, там, соответственно, на весь 25-26 год уже разум за вами будет бронзовый статус закреплен. Так что, в принципе, требования небольшие, но и, так сказать, платить именно за вход в партнерскую программу здесь не нужно. У некоторых западных вендоров есть там требования к дилерам, что, чтобы вообще подписать партнерское соглашение, нужно заплатить деньги. Чтобы пройти сертификацию, нужно тоже пройти ее за деньги в 3CX, все сертификации бесплатные, конечно. То есть здесь каких-то таких вот жестких ограничений, требований нет, потому что вы инвестируете как бы не в воздух, а в продукт, который вы потом можете перепродать. Ну, то есть это нормальная схема ведения бизнеса. Можно ли на первую закупку получить скидку больше? Можно. Мы регистрируем проекты на своей стороне, нет защиты поставкой официальной от бендера, но мы помогаем со мной партнерам за регистрацию, плюс 5% от RRC добавляем. На крупные проекты от 10 тысяч евро, как я сказал, можно сразу запросить авансную дополнительную скидку. При покупке ключа сразу несколько лет, что я тоже упоминал, ну и периодически у нас проходят специальные акции, предложения, следите за нашими новостями на сайте, ну и на оффлайн мероприятиях. Также мы периодически партнерам даем какие-то дополнительные бонусы. Одно из ближайших крупных мероприятий у нас – конференция в Владивостоке в честь открытия нашего нового офиса. Так что партнерам из Приморья в ближайшее время тоже что-нибудь в рамках нашего именно камерного оффлайн мероприятия что-нибудь пообещаем. Так что приходите. В России сейчас действует более 2000 коммерческих клиентов. Это именно тех, кто из года в год продляет свою лицензию. Смотря с чем сравнивать, ну это не так много и не так мало, как могло бы быть. В общем, порядок не десятков, не сотен, а тысяч, действительно тысяч довольных клиентов. Максимальный проект, который у нас был – это 512 одновременных вызовов. 1024 еще ни разу не было, но, откровенно говоря, их в мире в принципе не так много. Ну, например, национальная телефонная сеть Гренландии построена на 3CX. То есть там на всю страну, на весь остров хватает с лицензией на 1024 одновременных вызовов. Но я надеюсь, что кто-то из вас тоже станет первым партнером в России, который реализует проект на 1024 УВ. У нас есть кейсы, в том числе описанные подробно замены Астериск, Panasonic, виртуальных АТС, сравнение с Ястар и с другими известными производителями. Так что обращайтесь, информацией можем поделиться. Есть у нас на сайте в открытом доступе, есть отдельная страничка «Стать партнером 3CX». Ну и несколько ярких логотипов клиентов 3CX, известных брендов. Тоже на экране приведены. Я лично люблю звонить в Аквафор, потому что там играет фирменная мелодия 3CX, с которой ничто не перепутаешь. Дождешь ответа в их колл-центре. Фильтры в итоге мне так поставили, все хорошо, колл-центр отработал прекрасно. И вот к колл-центру вопросов нет, все работает как надо. Несколько слов про дополнительные преимущества при работе с 3CX. Мы любим комплексные проекты, и особенно в нашем оборудовании, особенно 3CX плюс Fanville. Не секрет, что я в том числе являюсь продукт-менеджером по направлению Fanville, тоже в нашей компании. А у 3CX и у Fanville есть история достаточно глубокая сотрудничества в глобальном плане. То есть Fanville – это максимально рекомендованный вендор телефонов со стороны 3CX и наоборот. Поэтому за такие комплексные проекты, особенно за отельные, мы даем дополнительные скидки, выручаем подарки. Ну и не забывайте также вашу историю успеха описывать и опубликовать на нашем сайте, на сайте вендоров. Всегда есть какие-то специальные предложения, подарки, бонусы от вендоров за опубликованную историю успеха. На моей памяти самый большой приз, который получал наш реальный партнер за опубликованный кейс – это 450 долларов наличными. Ну, это, конечно, не деньги, которые могут изменить жизнь кардинально, но, мне кажется, как бонус за то, чтобы свой проект написать, показать людям, еще и похвастаться, ну, вполне приятно. Есть программа компенсации маркетинговых активностей. Если у вас какие-то идеи по оффлайн или онлайн мероприятиям, вы хотите за это получить дополнительные скидки, бонусы, обращайтесь, это все можно, расскажу подробнее. 3CX, в отличие от многих других вендоров, не ушел из Российской Федерации. Ну и вообще официально мы работаем с 3CX, как с компанией из Дубая, из Объединенных Арабских Эмиратов. Штаб-квартира на Кипре, но это никак не мешает. Платежи тоже проходят, тут сложностей на данную секунду нет, и надеюсь, что там в ближайшее время не будет. Если вы смотрите вебинар в записи через несколько месяцев, ну, можете написать в комментариях, как сейчас, но я уверен, что и для вас тоже в этом плане нет ограничений. В Россию приезжал руководитель компании 3CX и основатель Мигале, подтвердил, что вендор остается в России. Ну и также у нас есть официальные письма, что тоже никаких таких планов нет и не будет. Если что, это все подтверждено, в том числе и документально. Поскольку это софтовое решение, то с чего я начал, вот так вот зацикливаем к этим преимуществам, то в 3CX бесконечный сток со сроком поставки один день. Здесь нет никаких логистических проблем, сложностей с контейнерами, мирового кризиса микрочипов, ограничений по поставкам в Россию, ограничений на ЖД-перевозке через третьи страны и так далее. Все, что вы купите, будет у вас буквально завтра, без каких бы то ни было проблем. Ну и про политику нулевых переплат за расширение, за апгрейды, за дополнительные программные модули. В принципе, я тоже упоминал выше, но нельзя не повториться, что это важно и круто, что в 3CX вы всегда понимаете, за что платите. И вот для вас не будет сюрпризом, что в какой-то момент нужно еще за что-то там оплатить. Но даже все апгрейды считаются честно, исходя из оставшегося срока действия лицензии. У некоторых вендоров, чтобы рассчитать апгрейд, например, с одного количества абонентов до другого, нужно оплатить в том числе и предыдущий срок владения софтом за весь срок, даже если там полгода, например, с годовой лицензии уже прошло. 3CX такой шляпа нет, все честно, хорошо, считается арифметически. Пользуя заказчику. В этом плане репутация и отношение к клиентам, и к Brent Awareness дороже, чем какой-то там мнимый условный заработок. Немножко расскажу, не могу обойти вниманием, некоторые конкретные кейсы, примеры и комплексные проекты. Одна из сфер, где 3CX активно применяется, это отельные решения. Последние годы, да и десятилетия, есть такая шутка, что потребности человека меняются, и особенно меняются вот пирамида потребностей постояльцев в гостинице, что уже мало кого волнует. Там завтрак, бассейн, я не знаю, белое полотенце, что в первую очередь нужен Wi-Fi, розетка, и чтобы их было много и около кровати, и быть на связи. Чтобы там и телефония работала, и с ресепшном можно было легко связаться, и там международний звонок тоже сделать, чтобы это все не вызывало сложностей. Телефонная коммуникация в этом плане одна из важных составляющих, но и более того, нам в этом помогает законодательство Российской Федерации по правилам классификации отелей. Отели от 4 звезд и от 15 номеров обязаны ставить телефонные аппараты в каждый номер, просто чтобы подтвердить свою классификацию. А в номерах, например, класса сьют и выше должно быть минимум 2 телефонных аппарата, потому что второй остается в ванной комнате. Так что это важно, и это в том числе для вас важный тип клиентов, на которых вы можете реализовывать свои проекты. Мы в этой связи поставляем отдельную линейку отельных телефонов Funvel, которые специально кастомизируются. Ну вот пример кастомизации вымышленного отеля IP-MATIC на экране. Эта кастомизация в том числе может быть бесплатной для заказчика. Такие кейсы у нас тоже есть. Мы это все предлагаем в качестве бонуса. В ванной комнате мы предлагаем такие трубки аж двою, белого или черного цвета, которые тоже кастомизируются. Бумажный носитель на внутренней части телефона также заменяется. Это можно сделать на нашей стороне, как я уже говорил. Есть варианты вызывных панелей домофонного типа. Их и в квартиры ставят, ну и в основном гостиничные номера, чтобы нельзя было без звонка зайти в какой-нибудь номер класса люк, какие-то апартаменты. Даже есть там сотрудник горничный, ну а, соответственно, постояле сможет там поговорить, принять решение, пускать человека или нет. Ну и все это работает по СИПУ, и, соответственно, нам нужна какая-то идеально подходящая для отелей телефонная система. И вот мы возвращаемся к 3CX, что идеально этот вендор решает задачи отелей. И по лицензированию, что, как я уже рассказывал подробно выше, что это крайне удобно, классно для гостиниц. Ну и за счет дополнительного функционала, интеграция с отельными PMS, Property Management Systems, ну, по сути, отельные CRM, если это грубо, совсем необходим функционал. Звонки-будильники, установка статуса номера по звонку, консервис и так далее, там специальные VR-ы внутригостиничные, все это реализовано. И 3CX полностью совместим и рекомендуют к использованию СИП-телефона, которые также мы поставляем на российский рынок, и ЛИНК, и гостиничный телефон, и Фанвилл. Так что в этом плане все идеально друг с другом работает, и возникает некая синергия. Мы реализовали более 200 отельных проектов в России, в которых или АТС, 3CX, или отельные телефоны Фанвилл, и около половины из этих 200, ну, то есть около 100, это как раз комплексное решение, где и наша АТС, и наши телефоны, и все прекрасно вместе работает. Вот на картинке как раз отели Занапы, где вот в том числе была реализована кастомизация каждого телефона в каждом номере. Ну, и, соответственно, это делается максимально кастомизированно, то есть даже вот эти все таблички, они везде разные. То есть на каждой табличке написан номер номера, чтобы понятно, откуда вы звоните, что тоже удобно, классно, и это все делается легко. Ну, и, конечно, да, вот кнопки на телефоне, они подписываются, кастомизируются по требованиям конкретной гостиницы. То есть кому-то нужно прописать там бар, экскурсии, я не знаю, сауна, там, консьерж-сервис, еще что-то. У других другие требования. В зависимости от этого разные подписи к табличкам, может быть, на разных языках и так далее. Ну, как фантазия пожелает, там, разных цветов, размещения логотипов и так далее. Ну, а 3CX в этом только поможет. Ну, и, кстати, телефоны, например, у сотрудников с экраном или телефоны с экраном для гостиничных номеров, Fanville H5, они также кастомизируются в электронном виде тоже. Можно там разместить логотип гостиницы, не знаю, чтобы сотрудники не забывали, где они работают. Ну, в этом плане технических, технологических ограничений. Не только в отелях подходит 3CX и Fanville, но и в любых других предприятиях. У нас много проектов там в бизнес-среде, особенно в среднем бизнесе, когда делается телефония для офиса, ну, например, там, 100-200 телефонов, не больше, среднее количество сотрудников. Возникает вопрос, а нужно же еще докупить несколько домофонов на вход, и как раз все это вместе прекрасно работает по СИПУ, домофоны звонят на телефоны и в обратную сторону, в том числе с видео. Ну, и как-то через что-то это все должно работать. Ну, мы поставим от S3CX, потому что все это прекрасно, все вместе комментируется. Вот такой неплохой комплексный проект получается для предприятий, для коммерческой сферы. Но и в плане обеспечения безопасности, в том числе в жилом фонде, это тоже все свое место находит. Ну, вот в бизнес-центре или в коммерческом предприятии отдельно стоящем, ну, не суть в каком-то здании, где люди работают, вот эта помощь в соблюдении безопасности и секьюрности всего происходящего реализуется в том числе с помощью СИПУ домофонов от FANVIL, где сигнал по видео может идти через АТС на телефон, на видеотелефон, ну, например, как на картинке из 210i принимает видеосигнал, ну, и, соответственно, ресепшенист, охранник или там директор предприятия может посмотреть, к кому пришел визуально, и там поговорить, открыть дверь или не открыть, также нажав на кнопку на этом же телефоне. Но при этом постоянный видеопоток RTSP через сетевой видеорегистратор также может идти на несколько мониторов в службе мониторинга, ну, или записываться на сетевом видеорегистраторе, это все предусмотрено. Но в основе всей этой платформы с точки зрения именно СИП-коммутации также прекрасно себя чувствует АТС-код 3CX. На квартирных домах тоже в этом плане 3CX находит свое место, это есть интересные кейсы. Тут еще прикольно то, что, как я уже несколько раз с вами рассказывал, 3CX лицензируется по одновременным вызовам. Даже если это, допустим, четырехподъездная огромная свечка на 27 этажей, где очень много квартир, ну и, допустим, в сумме 1000 абонентов. Но если у вас 4 подъезда, то одновременных звонков с домофонов никак не может быть больше 4-х просто физически. И получается, что самая маленькая АТС на 4 одновременных вызова закроет все потребности в обеспечении связи такого большого количества абонентов. Так что в этом смысле тоже все прекрасно удобно и подходит, в том числе и для жилых домов. Здесь также совместно ходят и домофоны, видеодомофоны в том числе. В жилых домах обычно стоят многоабонентские вызывные устройства с полной клавиатурой, вот как в Anvil A64 на слайде представлен. Есть обратный кейс, когда, наоборот, ставят одноабонентский домофон, чтобы в квартиру позвонить было нельзя, чтобы можно было только там гостю позвонить охраннику. И он же принимает решение пускать, не пускать, как-то там связывается с жильцами или, наоборот, не связывается. Ну, а, соответственно, жильцы непосредственно входят по карточке или по ключу, например. Ну, тут кейсы могут быть разные в зависимости от степени приватности дома, ну и вообще от желания жильцов. Также все это по СИПу подвязывается к СИП громкоговорителям, например, от Fanvil, или к аналоговым громкоговорителям, колонкам через СИП-шлюз Fanvil PA2, который в том числе аналоговое устройство в себя коммутирует, то есть тут тоже кейсы могут быть разные. Но факт в том, что оповещение, тревожное оповещение по событию, по сработанию датчика или физически голосом там с того же телефона X210, тоже кейсы могут быть разные, что это все подвязывается в единую систему. И внутри квартир также ставятся абонентские СИП-устройства, либо аудиотрубка, вот этот телефон X2U, который мы уже видели на предыдущих слайдах, либо видеопанель, видеоответное устройство. Жильцы сами могут решать, какое им устройство поставить в квартире, ну и, соответственно, управляющие домофонные компании могут предложить разные устройства и тоже на этом заработать, те или иные деньги на продажу этих устройств. Конечно, там чаще всего жильцы, я не знаю, почему нужен именно видеодомофон, в первую очередь ставят аудиотрубки, процентов 60-70 жильцов в среднем выбирают именно аудио. Такие решения, им достаточно поговорить по телефону и открыть дверь. Но все равно даже если там 30% жильцов поставят себе видеоответные панели, ну это уже повод для того, чтобы поставить именно видеодомофон в подъезде, ну там разбивая разницу в стоимости аудио-видеодомофона идентичного, например, на 50 квартир, там получается такие копейки, что как бы там выгода от того, чтобы установить именно видеопанель 20% жильцов, она на порядке перекрывает стоимость этого домофона, и все прекрасно работает. В качестве домофонных трубок мы используем именно стандартные вот эти H2U с полной клавиатурой, о которой я вам выше рассказывал. У Funvel нет специальных домофонных трубок с одной кнопкой, только открыть дверь, как мы привыкли, наверное, у себя дома, именно к домофонным трубкам. Ну это экономически и не целесообразно, если бы они такие выпускали, они были бы на самом деле чуть ли не дороже, чем стандартные H2U, поэтому проще уже как бы имеющуюся модель поставить, но это, как сказать, не баг, а фича, это дает дополнительные возможности жильцам, потому что можно с этой трубки также позвонить как со стационарного городского телефона, почему бы и нет, но во многих квартирах телефоны в принципе не предусмотрены, а тут на случай каких-то там ЧПО будет. Можно запрограммировать заранее всем жильцам номера управляющей компании, охранника, консьержа и так далее. В некоторых случаях можно дать возможность звонить с квартиры в квартиру. То есть, по сути, это не будет отличаться от того, что человек подходит к домофону и набирает номер нужного квартиры, чтобы поговорить. Также жильцы это могут делать между собой. Во многих ситуациях это удобно, когда кто-то там шумит сверху, не нужно на лифте подниматься на этаж выше, там, и с 4 часа утра уберите вашу гитару, а просто набрать в другую квартиру. Ну, тут уже сами решают, как кому удобно. Тут варианты могут быть разные. Конечно, именно вот в плане прописки сценариев работы тут могут быть свои плюсы и минусы, но главное, что наше оборудование и наш софт от 3Six дает возможность реализовать вот эти любые сценарии, как кому кажется удобным и лучше. И не совсем у меня еще отношение к делу, но важный слайд, который не могу не упомянуть. У FunVilla появились новые модели в разделе домофония. Одноабонентские защищенные домофоны для использования на улице i11s и i11sv, кастомизированные русским словом вызов, в том числе, что, кстати, далеко не многие производители так делают. Розничная цена около 10 тысяч рублей без видео, 12 тысяч рублей с видео, с камерой. Это одни из самых бюджетных устройств в этой линейке, но при этом качество такое же высокое, как и у всей линейки устройств FunVilla. Так что сейчас они уже пару месяцев продаются, и все больше и больше активнее им интересуют заказчики, потому что действительно эффект, такой вау-эффект производят своим качеством, но при этом крайне низкой ценой. И самая бюджетная ответная видеопанель на рынке у нас тоже появилась, i504, за 8 тысяч рублей. Все уже есть на складе, доступно для теста. Обращайтесь, в том числе и проектное количество. И все это также прекрасно работает с 3CX и рекомендовано для совместной инсталляции. Спасибо всем, кто провел со мной эти 40 минут. Пишите вопросы в комментариях. Мы все читаем. Если есть какие-то вопросы, то обязательно ответим. Ну и, в принципе, звоните. Всегда на связи. Рады вам помочь, ответить. И заходите на сайт вендора 3CX.ru, чтобы получить больше информации о платформе на русском языке. Пограммы вам спасибо. Приходите еще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова